Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я сегодня начинаю новый влог. Подсела просто на Marketplace тему, там реально безумно крутые цены, поэтому сегодня мне должны доставить еще одну мою посылочку. Небольшой спойлер, мне все безумно понравилось, сейчас подробно вам все покажу. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться и ставить лайк этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Так и не появились мои высыпания, и слава богу. Но даже при таком раскладе, несмотря на то, что кожа плюс-минус в хорошем состоянии, все равно я обязательно всегда наношу тон. А вот и моя посылочка. Пришел мне мой заказ в течение 12 дней. Ссылочку на скачивание приложений тему я оставлю внизу в описании под видео. Если после скачивания в течение 24 часов вы сделаете заказ, вы можете использовать мой промокод. Он даст вам дополнительную скидку, плюс ко всем остальным 30%. Вот как раз вы сейчас его видите на экране. Признаться честно, долго я думала, стоит ли брать эти джинсы, потому что на них, к сожалению, не было отзывов. Просто офигенный стретч, они круто тянутся, и размер я взяла S. На мой взгляд, сели просто идеально, и самое главное, длина подошла тоже. У меня рост 1,67 м, и для меня отлично. Если вы выше, я думаю, что будет все-таки немного коротковато. Цена, насколько я знаю, в разных странах может немножко варьировать, и я буду говорить, почем купила я. 15 долларов. Уже в видео сразу ставлю артикул на каждый товар. Этот артикул вы выбиваете в поиск в тему и находите его. В последнее время безумно люблю микросумочки, решила еще одну заказать. К сожалению, ее уже нет в наличии, заказать вы ее не можете, поэтому артикул не оставляю. Она была в разных цветах, но я не стала брать какой-то универсальный оттенок, который подойдет абсолютно под все. Я решила взять такую зелененькую. Здесь на видео она точно-точно такого же цвета, как и в жизни. Стоит всего 5 долларов, но такое хорошее качество, девочки, это просто нечто. Вот если бы я знала, что ее снимут с продажи, взяла бы сразу два оттенка. Кемешок не сильно длинный здесь, но его можно регулировать. А тут я сразу после распаковки, безумно счастливая, демонстрирую вам эту сумочку, но здесь на видео она кажется немножко бледнее, чем она есть в жизни. На самом деле она ярче. Просто эти кадры я снимала на фронтальную камеру, а снимает она, так скажем, средним. Обещала Айка как-то самой себе, аудитории, что до нового года не будет покупать декоративную косметику, которая у нее есть. И как вы думаете, насколько же меня хватило? Правильно, меня не хватило. Кстати, если вы скачиваете приложение через мою ссылку, вы получаете пакет купонов. В разных странах он разного размера, но вы можете его использовать только по частям. Признаюсь вам честно, от ваших заказов я тоже получаю копеечку, и вам выгодно, и мне. Вы получаете дополнительную 30% скидку. Я получаю бонусы, за которые могу что-то себе заказать. Не знаю почему, когда я публикую видео на этом канале, очень много у меня заказов только из Грузии. К сожалению, кроме России, все остальные страны могут заказывать, но почему-то именно грузинов очень много у меня там в аналитике показывает. В прошлом своем заказе я уже заказывала косметику от Мислин, которая представлена у нас в косметическом магазине. Но я решила ее заказать, потому что она там стоит ровно в три раза дешевле, нежели у нас в магазинах. Универсальная travel size палетка, в которой есть абсолютно все для макияжа лица. Бронзор, румяна, хайлайтер, пудра. Абсолютно все мне идеально подошло. Но я почему-то ожидала, и мне кажется, на фотографии эта палетка кажется намного меньше, чем она есть в жизни. На самом деле, это вообще не travel size, она достаточно большая. Многие блогеры говорили о том, что именно одежда на тему не очень, ее заказывать не стоит, но я все-таки люблю. Учиться все-таки исключительно на своих ошибках, поэтому все-таки заказала кофточку с таким сердечком. Это такая выемка в виде дырки. Очень классно смотрится, и вокруг этого сердечка камушки. Размер, значит, взяла S, но мне кажется, можно было взять и XS. Хотя, не знаю, возможно, XS сидела бы уже не так хорошо. А вот эта сидит все-таки свободненько. И, кстати, материал достаточно плотный. На лето эта футболка совершенно не подойдет. Это чисто на весну и осень. Стоила она что-то в районе 7 долларов. Была представлена только в черном цвете. В общем, я осталась очень довольна. Мне кажется, смотрится классно. Мне кажется, самый большой минус онлайн-заказов заключается в том, что вещь ты не можешь вернуть. И она может быть тебе маленькая или большая, хотя вещь может быть хорошего качества, просто не подойти размерам. Я себе присмотрела на тему джинсовую юбку с подтяжками. И вот боюсь ее заказывать, потому что отзывов нету. А мы с вами двигаемся дальше. Вы знаете, насколько я люблю все эти прибамбасы для ногтей. Уже давненько сама себе ноготочки не делаю, но я безумно люблю это все. Соскучилась, прям руки чешутся. Поэтому в конце этого видео мы с вами будем делать коррекцию. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Это водные наклейки. Я взяла сразу набором. В наборе 29 наклеек. И стоит всего 2 доллара. У нас просто чисто одна штука стоит доллар, а я, получается, купила в 29 раз дешевле. Однажды, когда я только начала заниматься ногтями, я купила себе подобный набор на Алиэкспресс. И там было 50 наклейок. Вы представляете, сейчас осталось всего 3-4 штуки, по-моему. Очень красивый различный цветочный принт был. Возможно, вы видели в моих старых видео, где я делаю коррекцию себе эти наклейки. В общем, я была ими очень довольна. Из того набора, который тогда покупала, некоторые подарила подружке, что-то использовала сама. В общем, все у меня было в ходу. Я так-то могу нарисовать все, что угодно, но почему-то на ногтях не получается. Вообще красками рисовать и гель-лаками рисовать у меня не получается. Поэтому в качестве дизайна взяла вот такие сухоцветы, или как они правильно называются, для дизайна ногтей. И это тоже мы будем использовать прямо сегодня в моей работе. Они очень просты в использовании, но дизайн получается очень нежный и уточенный. Одна из самых частых покупок, мне кажется, на тему. Очень много кто купил подобные тапки. Я решила, почему у меня их нет. Взяла вот в таком зеленом цвете. Сначала хотела розовый взять, потом подумала, блин, у меня все розовое. Взяла размер 37, и мне они подошли просто идеально. Допустила небольшую ошибку. Вот эти моменты вставки, где я говорю в кадре на срабачанском языке, надо было перевести на русский. Точнее, просто на русском снять эти кадры и засунуть в это видео. В общем, в следующий раз я сделаю именно так. Я просто, если честно, это видео публиковать на канал Айка Эмили не собиралась. Потом увидела в комментариях, что некоторые заходят ко мне на азербайджанские каналы и пишут, почему нет этого видео на русском. Я подумала, почему же его просто не перевести. В основном здесь звук записан сверху, поэтому это легко, можно сделать. У меня, кстати, еще одно такое видео есть в формате влога. Его тоже, пожалуй, переведу и опубликую для вас. Пусть даже будет немного просмотров, но пусть мукбанки немножко буду разбавлять еще и влогами, распаковками. Это все равно интересно. Немного заказала кухонных принадлежностей, точнее, две штучки. Это будет мое приданное. Я, короче, отложила эти две штучки, выйду замуж, буду пользоваться вдоволь. А еще я вам, по-моему, на мукбанке говорила, что я купила себе швейную машинку. Еще купила себе такой сантиметр. Это была давняя моя мечта. Я имею в виду швейную машинку. Наконец-то она у меня есть, она в рабочем состоянии приехала, и скоро я буду себе шить платье. Признаться честно, если все сложить, то, естественно, проще пойти в магазин и купить себе платье, которое тебе нравится. Но это будет чисто моим таким хобби. Если вам интересно, то я параллельно буду еще для вас снимать контент. А мы, пожалуй, с вами погнали делать мне ноготочки. Как всегда, мои инструменты лежат вот здесь. Вот реально столько лет делаю себе ноготочки, а до сих пор у меня нету самой важной вещи для здоровья. Это пылесосы, и, наконец-то, я его заказала. А это мои ноготочки, которые, если честно, даже жалко спиливать. Делала их я не сама, и, в принципе, можно было с ними походить еще недельки-две. Ну да ладно. Обычно я снимаю покрытие сразу с обеих рук, а потом уже приступаю к маникюру, покрытию и все остальное. Но в этот раз я решила сделать по-другому. В каждом своем видео про коррекцию всегда об этом говорю, но, опять же, начинаются комментарии. В общем, я не профессионал, так что в моей работе, естественно, могут быть ошибки, какие-то недочеты. Вы об этом пишите. А маникюрчик у нас с вами готов. Форму я менять не буду. Также оставлю квадрат. Просто немножко подпилим края, потому что ногти длинные. Средства мы будем использовать те, которые я заказала с темы. Топ-база и цветное покрытие. Оно очень маленькое. Действительно, было написано, что здесь 8 мл, но почему-то мне кажется, что здесь гораздо меньше. Чисто просто для сравнения, на Джефф написано, что 10 мл, а здесь 8. Посмотрите, какая огромная разница между бутылечками. Напишите, пожалуйста, в комментариях мастера маникюра. Может быть, здесь 8 или, скорее всего, здесь около 3-4 мл. Цвет реально очень крутой. Такой же, как на картинке, наносится классно. Чуть дальше вы это сами увидите. А это топ и база. Вроде как написано, что здесь тоже 8 мл, но, как вы видите, бутылечки гораздо больше. В принципе, если так-то брать цветное покрытие большого объема, чисто мне не нужно абсолютно, потому что я делаю сама себе. У меня нет потока клиентов и всего остального. Один цвет я использую один раз в году, и то, если ему повезет. Я наношу сразу базу, потому что праймера и бонда у меня, к сожалению, нет. Точнее, они закончились. Но и так, и так все относится идеально. Так что переживать по этому поводу точно не стоит. Нанесла на все пальчики и ждем 60 секунд, пока это все дело высохнет. А пока это все дело высыхает, давайте рассмотрим вот эти блестки, которые мы сегодня будем использовать в дизайне. Точнее, я хочу взять вот этот фиолетовый цвет, потому что он будет очень классно сочетаться с нашим новым фиолетовым гейлаком. Тоненькой кисточкой распределяю блестки уже по липкой базе. Если вы давно подписаны на мой канал, то вы наверняка видели, что подобный дизайн на всех ногтях я уже делала. В этот раз я уверена, что большинству моей аудитории этот мой гейлак не понравится, потому что это будет слишком, но у меня душа хочет творить. Поэтому мы еще берем дополнительно фиолетовые блестки от Jeff и тоже распределяем по зоне кутикулы. То есть эти блестки мы будем распределять в самую глубь. Прям супер легкий дизайн, но при этом очень красиво получается. Вот так вот это выглядит и идем сушить. В этот раз мне хочется чуть ли не на каждом ногте какой-то дизайн, что-то такое интересное. В последнее время 90% всех моих покупок с тему и, естественно, эти кисточки не исключение. Их я купила недавно, это был сет. В качестве укрепления у нас молочный гель, который мы будем наносить поверх нашего с вами дизайна. Первым делом, как всегда, тоненький слой геля, а потом уже наслаиваем. Естественно, все лишнее, все ненужное мы обязательно в конце опилим. Хотя раньше я опил не делала, но именно поэтому у меня получалась дурацкая форма. Поэтому в этот раз мы будем делать обязательно еще поверхностный опил. Гель у меня, кстати, от Runeil. Мне он нравится. Параллельно, естественно, смотрю свою любимую передачу. Давайте вы угадайте в комментариях, какую именно передачу я смотрю. Я не знаю, что сегодня произошло с моей камерой, но она категорически отказывается фокусироваться. Ну вот, наконец-то с горем пополам. Вот такой ноготочек у меня получился. Как вы видите, он достаточно тоненький, но при этом при всем достаточно прочный. Я всегда еще выпиливаю изнутри. Этот пальчик у нас уже готов. Где-то на него я потратила, наверное, минут 10. Теперь перехожу к следующему. Я потратила внушительное время на Pinterest и хотела найти то, что я хочу сделать. Но в конце у меня, знаете, импровизация пошла. Вот я делаю ноготочки и сама не знаю, какой дизайн дальше буду делать. Но самое главное, что в процессе мне реально безумно нравилось то, что у меня получается. Да, конечно, я знаю, вы меня опять будете хавить в комментариях, но поверьте мне, мне нравится. И вот, наконец-то мы с вами тестируем мой новый гель-лак, который супер маленький. И кисточка, кстати, у него тоже очень маленькая, но она достаточно удобная. Но, как вы видите, в один слой светлый оттенок наносится просто идеально. Раньше вот реально было сложно найти хороший гель-лак среди бюджетного сегмента. А сейчас, мне кажется, они по текстуре все хорошие, все легко распределяются и плюс-минус одинаковые. Отзывы были хорошие, все писали, что просто в один слой наносится отлично, но я все-таки решила нанести в два слоя. Отправила сушиться и давайте выберем наклейки. Это вводные наклейки, я их очень-очень люблю на самом деле. Выбрала вот эти, здесь фиолетовые нежные цветочки. Думаю, под мой маникюрчик они подойдут. Мне они настолько понравились, потому что шейны я тоже заказывала, но они вообще не переводились. Хотя я знаю, как это делается, но почему-то у меня не получалось. Мне попались какие-то бракованные, а эти нет. Просто замечательные. И вот, на мой взгляд, очень крутой момент, то, что на одном листочке наклейки, которые сочетаются между собой, их можно клеить на разные ноготочки, получится безумно красивый маникюр. Даже маникюрчик шевелить не надо. Некоторые просто кладут на влажную салфетку, я добавляю их, точнее, кидаю в воду, а потом вот так вот вынимаю и на салфетку, и все готово. Можно на краешек наклеила вот этот цветочек. Как вам он? Пишите в комментариях. Кстати, обязательно пишите комментарии, потому что именно ваши комментарии правильно направляют меня. Я должна знать, интересен ли вам вообще контент касательно ноготочков, или лучше снимать чисто мукбанки. Вопрос с двумя ноготочками у нас уже закрыт, их я покрыла топом, и все удачно забыла про них. Дальше мы делаем следующий ноготочек, и я сейчас думаю, что же делать с ним. Я решила его тоже для начала просто покрыть цветом. Мне очень стыдно, но я буду все видео чисто хвалить себя. Я просто посмотрела, мне так понравилось, как это все смотрится. Я думала, блин, ничего не надо клеить, оставлю его прям так, и он пошел сужиться. После того, как уже все высохло, вот тогда я немножко обтачиваю, точнее делаю более острыми краями. А тут я наивно предполагаю, что вам видно, что я здесь вырисовываю, а оказывается нет. Остался у нас мизинчик. Вообще просто делать ногти намного проще, чем делать и снимать параллельно, потому что, во-первых, ты тратишь свое время на то, чтобы поставить камеру, еще плюс вам должно быть видно, и еще мне удобно. А обычно, когда вам видно, мне неудобно, поэтому все очень сложно. Закончив уже 4 ноготочка, я вспомнила, что мы же с вами должны были затестить вот эти цветочки сухие, и поэтому я решила поверх топа приклеить их на безымянный пальчик. Сначала я просто не додумалась и приклеила розовые, и они, если честно, не сочетаются, хотя здесь есть фиолетовые. Я их не сразу заметила, заметила только после того, как наклеила сюда розовые. Потом я решила не жалеть свое время и приклеить темно-фиолетовые, и посмотрите, они здесь смотрятся куда лучше. А я, в свою очередь, продолжаю себя хвалить. Посмотрите, какая нежнятина получилась. Ну, очень мне нравится результат, я просто в восторге. Минимум 3 недели буду ходить с этими ноготочками. Здесь у нас 4 пальчика готовы. Я даже увлажнила маслом, остался один, но я проголодалась, поэтому покушаем и продолжим. И дома не было абсолютно ничего, я взяла, сделала себе крепкий кофе и просто то, что было дома. Сыр голландский, помидор и тосты сделала в тостере из обычного батона. Слегка немного перекусив, мы с вами продолжаем. Укрепила гелем большой ноготь, теперь сушим его. Ну и, собственно говоря, все, мы закончили с левой рукой, вот левая, вот правая. Правую я еще не начинала, ее делала мастер. Как вам результат? Сильно ли отличается то, что я сделала сама, самоделкина, как вам? В этот раз я постаралась сделать не сильно большие ногти, но при этом прочные, обязательно с гелевым покрытием. Кстати, видео с этим френчем многие не заценили, именно из-за моей идеи вот этого вот глиоперда, многим не понравилось. Удивительный момент, что на правую руку я потратила куда меньше времени, чем на левую. То есть я очень быстро сделала правую руку, хотя неплохо. То есть качество работы очень даже ничего. Я, кстати, когда делаю ноготочки, монтирую видео или очень длительный период смотрю в телефон, я надеваю очки. В обычной жизни я их не использую, но как-то при длительной работе, чтобы глаза не уставали, они очень помогают. Возможно, левую руку я делала очень долго, потому что делала каждый ноготь в отдельности, еще параллельно снимала. Но правую руку я, наверное, где-то за полтора часа полностью закончила. А это, пожалуй, наш с вами результат. На пыль не обращаем внимания, я помою руки и все будет чики-пики. Получилось очень нежно. Еще на мизинчик нанесу блестки, те самые блестки, которые наносила на ту руку. То есть у нас дизайн получается немножко разный, то есть руки не одинаковые, но так и задумано. Кстати, обязательно пишите в комментариях, стоит ли мне дальше снимать контент, связанный с ноготочками, и стоит ли мне вообще самой делать себе ногти или лучше идти в салон. Признаться честно, я ищу столько всего интересного. Блестки, стразы, бабочки заказала с тем, что жду, пока это все придет, и хочется опять переделать и сделать что-то новенькое. А вообще, в этот день я планировала также сделать педикюр, тоже в подобных оттенках, фиолетовый цвет, потому что ногти у меня в ужасном состоянии на ногах, поэтому нужно было переделать это все дело. Но я решила в этот день просто сесть и смонтировать тот материал, который уже я сняла. Еще, кстати, один момент. Мой фетиш у меня в квартире может быть полный хаос, но я очень люблю, когда мои бутылочки все чистые, я все вытираю спиртом, аккуратненько кладу. Не люблю, когда они пыльные, липкие, грязные. У меня прям сердце сразу начинает болеть. А на этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!